Здравствуйте, друзья! Меня зовут Жанна, и я приветствую вас на своем канале, где мы записываем простые конспекты сложных биологических процессов и явлений. Сегодня мы с вами поговорим о митохондриях. Метахондрии – это довольно-таки крупные органоиды, которые хорошо различимы в световой микроскоп. Их в клетках много, что связано с выполняемыми ими функциями. Чем более активна клетка, чем чаще она делится, чем больше она принимает участие в процессах жизнедеятельности, тем больше митохондрий содержится в ней. Давайте зарисуем строение митохондрии. Метахондрия – это двумембранный органоид, который содержит внешнюю мембрану и внутреннюю мембрану. Давайте зарисуем. Внутренняя мембрана содержит впячивание. Значит, внешняя мембрана или наружняя. Внутренняя мембрана. Впячивание, которое образует внутренняя мембрана, называется кристы. Кристы довольно-таки хорошо видны в электронный микроскоп. Кристы необходимы для того, чтобы увеличить площадь поверхности внутренней мембраны. Межмембранное пространство мы сейчас с вами обозначим темным цветом, а пространство, которое ограничивает внутренняя мембрана, желтым цветом. Ребята, вот то, что мы обозначили желтым цветом, будет называться матрикс. Что же находится в матриксе? В матриксе находятся кольцевые молекулы ДНК. Их много, но я рисую просто одну. Будет обозначаться МТДНК или митохондриальная ДНК. Также в матриксе митохондрии расположены рибосомы. Ребята, рибосомы у митохондрии маленькие. Что значит маленькие? Маленькие – это значит 70С. То есть они меньше по размеру, чем те рибосомы, которые расположены в цитоплазме эукариот. Ребята, вот собственно и все. Что остается здесь добавить? Нужно обратить внимание и желательно запомнить то, что внутренняя мембрана митохондрии выполняет очень важную функцию. В ней расположено большое количество транспортных белков. В том числе белок или фермент, который называется АТФ-синтаза. Он встроен во внутреннюю мембрану митохондрии и выполняет очень важную функцию при синтезе молекул АТФ. Метахондриальная ДНК имеет кольцевую форму, точно такую же, как у бактериальных клеток. Рибосомы маленькие, точно такие же, как и у бактериальных клеток. Это два свойства митохондрии, которые объединяют их с бактериями. Каковы же функции митохондрии? Конечно же, самая главная, самая основная функция митохондрии – это синтез АТФ. АТФ – это энергоемкие молекулы, которые необходимы любым живым организмам для существования. Ребят, что еще стоит добавить? Почему митохондрии называются полуавтономными органоидами? Потому что они способны к синтезу собственных белков. Но белков они синтезируют только около 30, чего явно недостаточно для построения самого тела митохондрии. Поэтому мы можем сказать с уверенностью, что часть белков транспортируется в митохондрию из цитоплазмы клетки. Поэтому мы говорим то, что митохондрии являются полуавтономными. Ребят, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok